У меня сложилось впечатление, что на самом деле самая главная режиссерская гордость по этой леди, что больше всего режиссер Глаголева гордится кастингом, гордится исполнителем главной роли. Я горжусь всем! Да, вот просто это везде, во всех интервью подчеркивается. Нет, ну я почему горжусь? Я не то чтобы горжусь, я горжусь вот с чем. Я горжусь, что, например, очень многих актеров я утверждила без проб, потому что я их знаю и мне не нужна. Проба грима, да, но вот играть, разыгрывать где-то в офисе или там в павильоне, разыгрывать какую-то сцену мне не надо, потому что я знаю этого человека, знаю, что он может все, что я как бы захочу, да. Поэтому Саша Балуев, конечно же, без проб, это Ислаев, это Вася Мищенко и Сережа Юшкевич, и, конечно же, Рэй Файнс. Это смешно попробовать человека, да? Важно было его согласие, и больше того, мы практически его год прождали. Пока он русский язык учал, насколько я знаю. Нет, пока хорошая ухмылочка, но он язык знал с 97-го года, он обучался, когда играл в Онегине. А он не к этому в Онегине? Нет, 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 он в Онегине, он читал практически Онегина в оригинале, поэтому он на русском его читал, еще будучи в 97-м году. Поэтому он знал какие-то основы, азы, он мог говорить немножко, чуть-чуть, но он говорил. Но по поводу того, что он, в принципе, мы его ждали, потому что он снимал свое кино, он снимал свою невидимую женщину. И сначала он сказал, да, я буду, а потом продюсеры дали время, дали денег, и как раз в то лето, когда мы собирались снимать. И он так сказал, но если вы будете меня ждать, я говорю, конечно, мы будем ждать. А у нас опять не было ни денег, еще окончательного сценария не было. Но мы уже вроде делали вид, что мы собираемся уже вот этим летом, вот этим летом. Я говорю, да, конечно, мы будем ждать. И мы действительно немножко подождали, как бы его ждали. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. В 19.30 на телеканале Москва 24.